В июне 1812 года французская армия вторглась в Россию. В то время к власти во Франции пришёл полководец Наполеон Бонапарт. К войне с Россией он готовился серьёзно. Военные действия продолжались долго, все планы Наполеона рушились. Когда Наполеон приближался к Москве, царь Александр I назначил Кутузова главнокомандующим русской армии. Талантливый полководец Михаил Илларионович Кутузов начал подготовку к решающему сражению. 26 августа, близ села Бородино, Кутузов решил дать бой Наполеону, несмотря на то, что русских было намного меньше, чем французов. Так началась Бородинская битва. Из самых тяжёлых моментов боя выделяется оборона Курганской высоты. 2 сентября в Москве начался пожар. Вокруг Москвы развернулось партизанское движение. Партизаны нападали на отдельные части французской армии. Одним из таких отрядов командовал Денис Васильевич Давыдов. Наполеон потерял много своих солдат и покинул Москву. В Москве в конце XIX века в память об избавлении России от захватчиков был возведён Храм Христа Спасителя. После Отечественной войны 1812 года крестьяне-партизаны, доблестные защитники мечтали об освобождении от подневольного труда, но этого не произошло. 14 декабря 1825 года члены одного из тайных обществ вывели войска на Сенатскую площадь в Петербурге, но их никто не поддержал. Декабристов, так их назвали, ждала суровая кара. Царь Александр II в 1861 году подписал манифест о крестьянской вольности. Наступили новые времена в жизни страны. Отныне все жители России имели личную свободу. В Москве и в Петербурге появились Путиловские и Балтийские заводы. Москва и Петербург стали считаться самыми крупными городами мира. Улучшился городской быт. На всех улицах появилось электрическое освещение, заработали конная железная дорога, первые трамваи, лифты, телефоны. Большое значение для развития хозяйства страны имела сеть железных дорог, построенная в конце XIX века и создание Транссибирской магистрали. Все технические достижения конца XIX века можно было увидеть в Московском политехническом музее, который был тогда открыт.